Добрый день! В уроках истории для Украины поговорим с доктором исторических наук, заведующим отделом исторических исследований Научно-исследовательского института Украиноведения Павлом Гайнижником. Павел, здравствуйте! Добрый день! Итак, много сейчас говорят и пишут о бою под Крутами. Сейчас говорят, что едва ли не 300 сравнивают подвиг с подвигом 300 спартанцев, сравнивают с фермопилами. Мы хотим с вашей помощью, вы детально изучаете эту тему, поэтому хотелось бы, ну знаете, сейчас сложно развенчивать какие-то мифы, потому что их все больше, потому что все много сведений добавляются и так далее, но тем не менее. Давайте разберемся изначально, что произошло 29-го, либо 30-го, если правильно говорить, да, января, хотя официальная дата 29-е, 1918-го года. Да, ну на самом деле, я думаю, надо начать с того, что имели в виду и какая ситуация на тот момент была в этих отношениях Россия-Украина и ситуация, которая была и стратегическая, масштабная, глобальная цель России была, большевистская Россия, завоевать Украину, глобальная цель Украины защитить свою независимость. Но в то же время были и тактические, и стратегические поточные проблемы, которые нужно было решить. Это в первую очередь организовать оборону и главное для Украины не сдать Киев до того времени, как мы заключим военно-политический союз с центральными государствами. То есть дождаться Брестского договора. Брестского договора. И провозгласить независимость. Потому что для большевиков было важно то, чтобы взять Киев до того, как украинская делегация договорится с центральными государствами, потому что принцип был такой, кто владеет столицей, тот того власти есть. Тем более, что большевики в Брест привезли в задних вагонах так называемых украинских большевиков. 7 января 1918 года большевики объявили общее наступление на Украину. В середине января 1918 года они установили контроль почти над всем левобережьем и продвигались на Киев. При таких обстоятельствах 22 января 1918 года украинская центральная рада четвертым универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики. Соответственно, я понимаю, что было два направления. Да, основное направление наступления большевистских войск это было через левобережье, Харьков, Полтава, Кременчуг и заход с левого берега на Киев. Там были основные силы и также была присутствующая идеология, например, телеграмма Ленина к Антонову. Немедленно приклепи к своей фамилии Овсиенко, чтобы ты был еще похож на украинца. Уже в то время идеологическая борьба тоже была, даже в этих нюансах продвигалась. Направление через Черниговщину, Бахмач, Круты, Киев, это было запасное направление, где украинские войска страховали Киев с севера, то есть они с левого берега. Основные бои были на левом береге, оттуда было основное наступление. И те бои, которые там были, они дали возможность задержать большевистское наступление. И на самом деле 4-й универсал был провозглашен 24-го числа ночью на 25-е. 24-го на 25-е? Рассматривать его, три проекта 4-го универсала начали 22-го числа. А почему вы называете другие даты? Не официальные, которые звучат? Почему взяли 22-го января? Потому что 22-го января в Центральной Раде рассматривали три проекта 4-го универсала. И до 24-го, до ночи на 25-е делался компромисс. И тот документ, который мы сейчас видим, который мы читаем, он был уже согласован именно в ночь на 25-е. Но первые проекты были 22-го и, соответственно, 22-м поставили дату. Плюс, это почему именно 22-м, казалось бы, три дня ничего не решают, но это было важно для того, чтобы на международной арене показать больший запас дней, для того, чтобы было более запасного на международной арене на договоры. Поэтому нужна была оборонная операция под Крутами. Да, поэтому была не только под Крутами, но и на левом береге. Но в связи с тем, что мы говорим о Крутах, то поэтому были посланы специальные войска, тобто юнкера, то, что мы говорим, юнаки юнкера, добровольцы, добровольческие отряды, а также добровольцы из вольного казачества. Смотрите, ну вот есть такие цифры, например, 250 офицеров и юнкеров первой украинской военной школы, 118 студентов и гимназистов из первой сотни студенческого курения, около 80 местных добровольцев, 16 пулеметов, одно орудие установлено на железнодорожной платформе. Почему тогда, говорится, можете ли вы согласиться с этими цифрами и с этими данными? И почему тогда говорится, что, допустим, 300 студентов, которые защищают? Приблизительные данные, точных данных никто не знает, потому что мы знаем приблизительные данные, которые колываются от плюс-минус 10-15 человек, потому что часть не дошла, часть заблудилась, часть была убита, которых мы не нашли в то время, потому что отступали. Убиты мы, но в общем ситуация такова, и первый бой в этом направлении был под Бахмутом, где первая оборонная линия была под Бахмутом, был бой, но была резкая гонировка, мы отступили в сторону Крут, и когда говорят, что вот там на убой студентов послали, это неправда, потому что у нас было время, мы окопались, мы успели вырыть окопы. Разобрать железную дорогу? Еще нет, потому что подходили еще наши, да, подходили, и установить пулеметные точки, по разным сведениям было 16 или 18 пулеметов, которые были расставлены, и, собственно, мы уже готовы были к обороне, и в то же время, когда уже подкатывались большевистские войска со стороны Бахмута, на бронепоезде. И шел уже под Круты, но должен был, вымышленный был вернуться в Киеве, вместе с отрядом Коновальца и Капкана, чтобы подавить путь в Киеве. На Арсенале. На Арсенале, на Демиевке, потому что... То есть Петлюра должен был идти на помощь. Так. То есть он должен был быть вспомогательной силой. И потом он выдвинулся в ту сторону. Он выдвинулся, и потом были еще позиционные бои, в том числе и он принимал участие в этих боях. Хорошо. И бой под Крутами, когда подошли еще силы, тогда разобрали железную дорогу, и это тоже задержало большевиков в их наступлении на Киев. Ну, на самом деле, сначала они разбирали, потому что должна была подойти подмога еще. И первые бои, когда возникли, почему Плутница 29 или 30 числа? Потому что 29 числа большевики подошли, взяли село под Крутами и вошли уже на околицы Круты. Крут. И Муравьев послал депешу в Петроград, что мы в Крутах. Вот. Но тогда еще не было наибольшего столкновения. Оно, это пятичасовой бой, большой бой, который был, он остался уже на следующий день. И большевики понесли большие потери. Но к ним подошло подкрепление, в том числе они пристрелялись ихними пушками, потому что в первые дни они били более неточечно. Вот. Потом они уже пристрелялись. И в это же время у украинцев начали заканчиваться снаряжения. Есть еще одна версия, что якобы были офицеры в эшелоне, да, и когда начался обстрел, уже прицельно начала бить артиллерия советская. Соответственно, они с составом ушли, не дожидаясь вот этих самых студентов. Да. Дело в том, что этот бронепоезд, это был самодельный бронепоезд. Грубо говоря, платформа самодельно бронированная, с пушкой. Но они дожидались, и они отстреливались до тех пор, пока уже было невозможно держаться. А вот та часть студентов, это был разведывательный отряд. Вот. Они ночью, когда должны были отступить на эту точку и эвакуироваться на следующий этап обороны, они заблудились и вошли в крутую часть, где уже были большевики. И так они попали в плен. 27 человек, да, по-моему? В 2018 году Муравьев прислал в Петроград депешу, где наполеоновским тоном рассказывал, что они сломили мощное сопротивление петлюровцев, и буржуазных офицеров, ну, все в большевистском стиле, и он сказал, что штыковые атаки, там действительно была попытка штыковой атаки, в том числе и наших заблудившихся хлопцев, и когда они поняли, что силы не равны, они начали отступать и попали в эту ловушку. Но и Муравьев написал, что они уничтожили взятый плен, 150 националистов буржуазных. Но на самом деле потом они сами начали разбираться, большевики, и такой чекист Цвангер, он уже в декабре, в Березень, в марте, в марте начали они делать анализ, допрашивать своих. Сколько же расстреляли? И Цвангер прислал телеграмму, что непосредственной командующей расстрелной командой было сказано, что расстреляли 24 петлюровца. А 27 это тех, кого привезли в Киев? Тех, которые привезли в Киев, которые погибли, и которых нашли на поле боя, уже когда Центральная Рада вернулась на позиции. Соответственно, большевики понесли потери около 300 человек. Большевики понесли более 300 человек потерь. То есть, если взять приблизительно, потому что тогда не было времени собирать всех убитых и раненых, приблизительно, почему мы не можем говорить, что это было поражение? Потому что число погибших оккупантов и защитников один к десяти. То есть, потери большевиков были в 10 раз больше. И в том числе и перевага их сил, преимущество их сил тоже почти десятикратным. Около 4 тысяч наступало в этом направлении. После боя под Крутами 9 февраля 1918 года был заключен Брестский мир. который означал признание самостоятельной Украинской Народной Республики субъектом международных отношений. Соответственно, можно назвать, что данная операция была успешна, потому что война, как говорилось в фильме, киборги – это не только тактика, но еще и стратегия. И, соответственно, тоже говорят, что это киборги 1918 года. Можно ли так сказать или нет? И какие у нас в итоге потери были, вы понимаете, сейчас сколько человек? Сначала я хотел бы сказать, что мы не все погибли. Погибло около 30 человек. Мы знаем точно про 27 по именам. И плюс-минус, которые погибли одни в плену, другие на поле боя. Но мы знаем про тех, которых привезли в Киев на похороны. Но в то же время надо сказать, что остальные, они перестроились и отошли на второй эшелон обороны. И потом стали одним из ячеек, которые делали контрнаступление, которое началось уже в феврале 1918 года. В то же время надо сказать, что благодаря этой обороне и взрыванию железнодорожного полотна, то большевистские войска не смогли на железнодорогах двинуться быстро к Киеву. И они брали селянские вазы и на вазах плелись к Киеву, что дало возможность укрепить еще и Киев, продержаться. И это дало нам возможность телеграмму ему посылать, что кто владеет Киевом, чье правительство. И когда в Бресте были эти переговоры, первое, что писал Троцкий своим и что писали наши своим, кто в Киеве. И когда мы подписывали 9 числа договор, то главное, это была телеграмма из Киева, что Киев украинский. И была телеграмма из Харькова, что мы не взяли Киев. И после подписания Брестского договора на следующий день... Центральная Рада вернулась. На следующий день Киев сдан был. То есть 10 числа в Киев вошли большевистские войска. По старому стилю это было 27 января. А потом в связи с Брестским миром смогла вернуться... Да, Брестский мир был заключен. И надо сказать, что австрийцы и немцы не очень питали надежды сюда наступать. Но все-таки был дополнительный договор, военная конвенция, за которым на территорию Крыму как союзники вошло 450 тысяч немецких и австро-венгерских войск. И Киев был освобожден уже 1 марта. Знаете, потом хочется так широкими мазками, как говорится, потому что очень мало времени. А потом был Скоропадский, а потом был Петлюра, который воевал против Скоропадского, а потом были в итоге большевики. В первую очередь была проволошена независимость на весь мир. И без этого четвертого универсала без независимости, без Украинской Народной Республики, она стала символом и борьбы, и независимости государства на многие десятилетия после событий. Кроме того, в Берестский договор, также и благодаря защите на Крутах, которую удалось, впервые было международное де-юре признание Украинской Народной Республики как самостоятельного государства. И это тоже потом влияло на то, что мы есть в мире, и этот народ государственно способен. Спасибо вам большое, Павел, за разъяснение. Я бы еще добавил, я уже это говорил, но все-таки учите историю, учите историю, обращайтесь к первоисточникам. Спасибо вам за этот разговор. И я хочу добавить, что нельзя говорить, что это была трагедия, и нельзя говорить в то же время, что это была победа. Это была стратегическая операция, которая удачно проведена с точки зрения политического соображения и с точки зрения перестройки войск. Гостем программы «Лицом к лицу» был доктор исторических наук, заведующий отделом исторических исследований научно-исследовательского института Украиноведения Павел Гай Нижник. Меня зовут Сергей Чернышов, это UATV, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...